Добрый день, дорогие друзья! В журнале «Симбирск. Номер 8» за 2019 год мы публикуем итоги молодежных литературных конкурсов, в том числе конкурса «Первая роса». Конкурс «Первая роса» был задуман ульяновским журналистом Андреем Безденежных 20 лет назад и был поддержан позже Ульяновской писательской организацией. И около 3000 молодых ульяновских авторов за эти годы стали участниками конкурса. Сегодня у нас в студии гость, лауреат конкурса «Первая роса» 2019 года Анисия Матлина. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анисия Матлина. Я молодой ульяновский поэт. Сейчас я немножечко расскажу о себе, чтобы нам с вами так вот познакомиться. Родилась я в Ульяновске, здесь и живу, и пока не планирую отсюда никуда уезжать. Я окончила Ульяновский государственный педагогический университет имени Ильи Николаевича Ульянова, историко-филологический факультет. Сейчас и на данный момент я работаю в очень таком литературном месте. Это 15-я библиотека имени Николая Николаевича Благова. И, соответственно, мое место работы мне только помогает творить и вдохновляться. Что касается моей поэтической карьеры, стихи я пишу с подросткового возраста, как и многие. Лет с 15-ти, с 14-ти, как раз, когда такое очень интересное, очень новое, свежее время, и первые впечатления, первое познание мира, познание себя. Естественно, у меня стали складываться строки. Несколько серьезных стихотворений пришли ко мне уже гораздо позже. Вообще, началом своей именно творческой, поэтической карьеры я считаю именно годы учебы в университете. Именно в стенах моего любимого вуза как раз я и сочинила большинство из своих стихов, которые уже позднее вошли вот в мой сборник. Мой первый поэтический сборник «Ветер в ножны» называется. Я его выпустила в 2018 году. В него вошли стихи. Они распределены по темам, по разделам. И также одноименная поэма под названием «Коловерц». Как раз что касается тематики моего творчества, то она очень многопланова. У меня нет какой-то конкретной темы, которую я веду и которой я придерживаюсь. У меня нет таких творческих рамок, так сказать. Меня волнует все. Буквально от какого-либо глобального события и буквально до ситуации, которая со мной произошла совершенно случайно и вроде бы как бы с виду абсолютно незначимо. Самое главное — это эмоции, это новые впечатления. Вот это как раз тот творческий источник, откуда я беру силы для вдохновения. Сейчас перечислю несколько тем. Они вечные, они известные. И, как мне кажется, они трогают практически любого поэта. Тема войны — очень трудная, тяжелая тема, серьезная. На эту тему у меня также присутствует цикл стихотворений. И как раз одноименная поэма «Коловерть» посвящена отчасти этой сложной и очень тяжелой теме. Также мне не чуждо ничего человеческого, женского. На тему любви у меня есть тоже масса стихотворений. Также входит в одноименный цикл. «Двое в пути» он называется. Любимая моя тема — это философская, это поиски себя. Это не самокопание, но это раскрытие, открытие своего внутреннего мира. Потому что если ты поэт, то ты должен душу свою раскрывать перед своими читателями, перед своими слушателями. По-другому никак. Ты должен показывать себя и свой внутренний мир, чтобы создавалась определенная рефлексия. Точно так же у меня есть несколько стихов, посвященных моему любимому писателю Василию Макаровичу Шукшину. С ним у меня вообще связана отдельная история моей жизни. Это человек, который на меня своим творчеством, силой своей личности произвел огромное просто влияние и впечатление. Я писала диплом, когда училась на бакалавриате Педагогического университета именно на тему творчества Шукшина и Калины Красной. И с тех пор Василий Макарович незримо своей путеводной звездой ведет меня к себе, ведет меня к творчеству, ведет меня к литературе. У меня также есть стихи, посвященные ему. Как раз недавно я ездила на его родину, на Алтай. 25 июля, в день его рождения, я оказалась в этом месте. Естественно, магнетическим, очень чудодейственным способом эта поездка на меня повлияла и открыла новые горизонты для моего творчества. Я хочу сказать напоследок, прежде чем перейти к чтению уже моих стихов, что сейчас я работаю над одной очень серьезной вещью, как я считаю. Это будет прозаическая вещь, как раз посвященная Василию Макаровичу Шукшину. И я надеюсь, в этом году, а это юбилейный год, все мы знаем, что празднуется 90-летие со дня рождения Шукшина, будет готова моя вторая, уже прозаическая книга. И я заявлю о себе не только как о поэте, но и как о писателе. И первое стихотворение, которое я прочту, о нем тоже я хочу чуть-чуть сказать отдельно. Стихотворение, посвященное Шукшину. Ну, это мое первое серьезное стихотворение, которое было написано как раз, когда я писала диплом на тему Шукшина, на тему Калины Красной. Оно без названия, вместо названия идет просто посвящение Василию Макаровичу Шукшину. Ладонь моя широкая, плечо да то батратская, А жизнь-то вся по четочкам, шальная, грех кабацкая. Я на семидороженьках средь опостылых мест Водой святой пригоршнями отмыл свой ржавый крест. Рубашка рвано-белая, надета наизнаночку, Да поступь дурно смелая, кровавые портяночки. Мне счастье мерещится, на дне стакана вновь. Еще одна затрещина по имени Любовь. Лишь ночка нынче ясная, один с ней на один. Эх, Калина Красная, Шукшин. Вот такое вот стихотворение, как раз самое первое посвящение Шукшину. Сейчас у меня из неопубликованных, из новых стихов, Также после Алтая написались, ну где-то, наверное, штучек пять, не меньше. Возможно, в будущем будет еще и алтайский цикл моих стихов. Шукшин для меня это как эталон, образец для литературного пути каждого поэта, я считаю, и писателя. Второе стихотворение, которое я хочу прочитать, оно как раз на философскую тему. Оно называется «Маска». Мой лирический герой, он многолик, потому что все мы знаем, что иногда в жизни приходится натягивать на себя такие своеобразные маски. Я ни в коем случае не говорю сейчас про двуличие, про лицемерие. Это просто образ, в который ты входишь. Я думаю, актеры меня поймут, как никто другой. Вот такое стихотворение философское, я бы даже сказала, психологическое у меня тоже было написано. Сквозь матовые фонари танцуют тени в темноте. Все небо звездами горит, салютом ярким по воде. Иду вдоль огоньков витрин, блестящих букв и гнутых поз. Гитары чьей-то ржавый крик внутри взрывается до слез. Гудит под пьяный смех и шум стеклянным звоном голова. И вновь приходит мне на ум давно забытые слова. Надел я маску на себя, теперь не в силах снять ее. Томится в ней день ото дня лицо уставшее мое. Напомни мне, кто я такой, свой лик забыл я так давно. Иду сквозь время, всем чужой, и всюду свой, и все равно. За ускользающим огнем мерцает синевой рассвет. И ждет меня мой сонный дом. Вдруг кто-то тихо за углом шепнет, как выстрелом. Вас нет. Вот такое достаточно философское стихотворение сейчас прозвучало. Также я забыла сказать, что я очень музыкальный человек. Я не играю на каком-либо конкретном музыкальном инструменте. Сейчас я только-только начинаю осваивать гитару. Это моя мечта еще с детства. Но музыка всегда пронизывала мою жизнь вот такой тонкой струной. И я очень реагирую именно на музыкальность. Я очень музыкальный человек. И очень сильно меня вдохновляли некоторые композиции, некоторые песни. В частности, любимая музыка у меня это рок. Это Бутусов, Наутилус Помпилиус, Шевчук, Агата Кристи и многие-многие известнейшие рок-легенды. Также у меня была написана вторая магистрская работа, когда я училась в магистратуре, именно по рок-поэзии. И вот в таком стихотворении, достаточно ломаном, достаточно для меня необычным, и как бы это парадоксально ни звучало, не музыкальным, у меня отразилось именно мое отношение к музыке. То, насколько для меня это важно, насколько меня это вдохновляет. Стихотворение так и называется «Музыка». Я открываю рояль, звук начинает мелодию, пальцы ломают клавиши, лица всплывают в памяти, движение мыслей вперед, на взлет фонтан мнимых отзвуков, отголоски моего прошлого, голоса моего будущего, шепот забытых губ. Гнутся и с хрустом ломаются, пальцы об острые клавиши, звук визжит и теряется, в хороводе мыслей вокруг, звук завершает мелодию, мысли падают замертво, отпечаток на каждой клавише, я закрываю рояль. То есть вот именно такие ощущения, такой музыкальный вихрь в душе, я могу описать это примерно так. Также я хочу прочитать стихотворение, посвященное самому дорогому человеку в моей жизни, моей любимой матери, Светлане Матлиной. Для меня моя мать – это ангел-хранитель, который оберегает меня по жизни и который спасает меня во всех сложных ситуациях. Стихотворение образное, метафоричное. Дело в том, что я родилась под знаком Водолея, и моя мать тоже родилась под знаком Водолея. И произошло так, что как будто она подарила меня себе на день рождения. Я родилась 23 января, она 30. И вот через вот этот вот астрологический образ, символ, я выразила всю любовь, которая наполняет мое сердце, моей матери. Стихотворение называется «Водолей» и стоит в посвящении моей Светлане. Ты живой водой воздушной, воскресишь меня из пепла. Я целую твои руки, я смотрю в твои глаза. Вижу в них моря и страны, вижу звезды и планеты, незнакомые со смесью и космическую пыль. Соткан ты из звездных чисел, огоньками весь искришься. Я люблю тебя всех больше, подчиняюсь я тебе. Ты мой символ, отражение в каждом зеркале планеты, в каждом дуновении ветра, в стуке сердца моего. Ну вот про военную тему я говорила, и цикл стихов у меня тоже есть. Действительно, это очень тяжелая тема, я буду повторять это много-много раз. И одно из первых моих стихотворений, как на военную тему, так и вообще, я даже скажу, что это было первое стихотворение, серьезное, как я считаю. Оно называется «Расскажи мне о войне», и оно посвящено такому собирательному образу солдата, который борется за свою страну. Расскажи мне о войне, о жестокой той войне, Не увиденной во сне, не описанной в стихах, И наивным мальчуганам, не представленной в мечтах. Слез не пряча про войну, Беспощадную войну, Где осаженный врагами И в фугасной черной яме Ты кровавыми руками Бился за свою страну. Вспомни песню о войне, О мучительном том дне, Когда взрывы и снаряды Всех косили, кто был рядом, И под злую канонаду Молодость сожгли в огне. Вспомни страшную войну, Как свинцовую жену С кем насильно обручили, Резко в сердце засадили И на память подарили Изувечив все лицо Обручальное кольцо. Такое достаточно музыкальное оно получилось. И вот это было именно Самое первое мое стихотворение, Которое я вообще когда-либо читала На выездных мероприятиях. Еще когда я работала в Дворце книги С литературной филармонией, Я много участвовала Своим близким. Было одно из самых первых. Также есть стихотворение Тоже на военную тему. Но оно называется Памяти жертв Холокоста. Потому что это чудовищная трагедия Просто мирового масштаба. И как я считаю, Что равнодушным оставаться К такой трагедии, Это просто преступление. Это просто преступление Против человечества. И кровью воспылающее пламя Подняло вверх Позорнейшее знамя. Закопано в земле звезда лежит, И миллионами глазниц Сквозь тьму горит, И миллиарды стонов И проклятий Сквозь тлены гарь Застыли на распятии. На высоте У самых царских врат Поломанный Кровавый Калаврат Ну, на военную тему, я думаю, Достаточно читать, Потому что здесь Даже эмоционально трудно Это делать. Также у меня Есть одно стихотворение С таким фольклорным оттенком. Мне всегда был интересен фольклор. Может быть, потому что Мне это передалось от отца. У меня отец известный фольклорист. И вот именно поверье, Какие-либо приметы, Это просто будоражит разум. Верить или не верить, Это уже решать каждому. Но как источник тоже вдохновения, Фольклор — это замечательная база. Стихотворение называется «Огоньки». По тропиночке, без оглядочки, Хороводится огоньки. Кто со мною там, Играет в пряточки, Чья маячит тень У реки. Да мне мерещится, Да мне все кажется, Толь позади меня, Толь впереди. Тень твоя за мной Повсюду тащится, Да куда бы я ни пойди. Не к добру они Разыгрались, Рассверкались У реки. Так и тянут вглубь, Отражаются От воды в глазах Огоньки. Но не чиста вода, И не свят тот свет, Что так тянет вниз за собой. Там скрываются Лихие омуты, Пахнет черною, Беленой. Вдруг опомнюсь я, Да разойдет туман, Резко встану прочь. От реки По тропиночке, Без оглядочки, Рассыпаются Огоньки. Такая вот даже Почти песня получилась. Как-то вот взяло И написалось. Просто на одном дыхании. Кстати, по поводу вдохновения, Такое действительно часто бывает. У меня очень много спрашивали, Вот как вы пишете? Как вам это приходит? Это же надо просто Складывать эти строки, Подгонять под размер. На самом деле Все приходит само. Как Александр Блок, Великий поэт, говорил, Надо слышать музыку. Вот приходит музыка, Это как раз вот тоже Отсылка к той музыкальной теме. Приходит музыка И пишется. Не приходит музыка. Ты можешь выдавливать Из себя специально Эти строки, эти слова Переставлять местами. Ничего не получится. Это все должно идти От сердца. Просто изнутри. И еще одно стихотворение, Когда меня просят прочитать Какое-нибудь необычное. И вот говорят, У тебя есть необычное стихотворение? Сложное, такое, чтобы подумать, Чтобы оно было наполнено Метафорами, образами. Я говорю, ну, пожалуй, есть одно. Очень метафорическое И достаточно по композиции Тоже непривычное, По крайней мере, для меня, Для моего творчества. Называется оно Весна, война и тишина. Свет очертил лицо Наискосок. Глухой щелчок Раздался в тишине. Впечатан след от пальцев На стене. Сквозь дым и невесомое кольцо Дрожит к виску Прикованный курок. В неправильном квадрате Этих стен Я сам себя взял В свой же странный плен. Здесь в каждом зеркале она Моя весна, Моя война И дымо-темное кольцо Заволокло ее лицо. Тобой я жил, Ее я ждал, Тебя я тщетно убивал, Ее ж любил. Вы обе, как одна, Сплелись во мне Весною на войне, Войною по весне. Кольцо из дыма по стене Ползет от потолка ко мне. Смотрю в лицо и не пойму, Тебя ли я любил, Мою весну, войну. Сгорело ты давно в моей войне, Кольцо из дыма затянуло горло мне. Курок, щелчок, висок, Весна, война и тишина. На данный момент, как я уже говорила, Я работаю в библиотеке номер 15 имени Николая Благова. И у нас также ведется очень насыщенная, Серьезная работа по творчеству этого известного, Замечательного ульяновского поэта. Работает при библиотеке студия, Которую я возглавляю. Называется она «Литв всплеск». Двое замечательных молодых поэтов, Андрей Суханов и Данил Корнеев, Помогают мне во всех литературных делах, А также я занимаюсь с их творчеством. Возможно, скоро, Я буду очень на это надеяться и буду рада, Мы также выйдем на отдельную поэтическую арену. Сейчас мы работаем над проектом, Называется «Следуй за Благовым». Это очень необычный проект, Посвященный нашему любимому поэту. И очень скоро будет официальное представление И открытие этого проекта. Ну, не буду рассказывать, Открывать все карты. Я думаю, скоро город об этом узнает и увидит, И обязательно поучаствует в нашем проекте. Продолжая такую философскую тему, Психологическую, У меня есть такое стихотворение, Оно называется «Утешение». Я очень люблю читать это стихотворение подросткам, Так как моя работа неразрывно связана со школьниками, Со средним звеном, со старшими классами, Со студентами, с молодежью. Я очень люблю работать с молодежью, Потому что это происходит такой творческий обмен энергии, Когда ты отдаешь, Но и тебе возвращается новое, Свежие мысли, чувства, эмоции. Это замечательно. И я понимаю, что за возраст подростковый, Очень сложный, трудный возраст, Когда кажется, что все, что тебя никто не понимает, Что мир просто рушится, И земля уходит из-под ног. И вот это стихотворение всегда работает, Всегда находится эмоциональный отклик положительный, Когда я читаю его. И я всегда еще говорю одну фразу, Прежде чем прочитать стихотворение, Что если вам сейчас кажется, Что все хуже быть не может, Что очень плохо, Вы ошибаетесь. Поверьте, будет, будет хуже. И все время так вот все смеются, Что, ну, Аниси, ну что, Где твой оптимистический настрой? Я говорю, да нет-нет, Это на самом деле есть оптимистический настрой. Потому что потом вы будете со смехом Вспоминать все вот эти ваши волнения, Терзания, страдания и ситуации. И вот поэтому такое стихотворение С названием «Утешение». Сейчас вот я его тоже прочитаю. Голову еще по тебе на плечи, Чтобы не думать больше о таком. Медленно, но верно время лечит, По тебе шагая на пролом. Все пройдет, мой друг, и это тоже. В суете сквозных, как ветер дней, Ты живой, пока тебя тревожит жизнь. Таков закон у ней. Ты пройдешь сквозь миллионы судеб, Сквозь тебя пройдет их миллион. То ли не то, но что-то все же будет. Просто ты не помнишь. Путь пройден. Много раз тобой в различных лицах Нет лица, и тела нет. Душа, вот она и есть, Святой Хранитель, Что тебя веками воскрешил. Собственно говоря, вот такой вот срез Моей поэзии сейчас вот я вам представила. Но на этом я, как уже говорила, не останавливаюсь. Я получила премию за эту книгу. Я стала лауреатом поэтического областного конкурса Первая роса, как раз вот в этом году он проходил В номинации поэзия. Я очень рада этому событию. Честно, я не ожидала. Я, в принципе, человек такой, что Я никогда не рвусь куда-то вперед На какие-то конкурсы, чтобы была награда. Для меня самое главное — это опыт. Это получить какой-либо полезный опыт, Который я потом буду использовать в своей жизни в дальнейшем. И этот опыт был не только полезен, но и приятен. И обязательно я буду двигаться вперед, Я буду творить, я буду пробовать себя В различных новых жанрах, формах, Потому что нельзя стоять на одном месте. Надо двигаться только вперед. Анисия Матлина — яркий, молодой автор, Целеустремленный человек, Способный удивлять и удивляться. Анисия — дочь известных в Ульяновске Поэта Светланы Матлиной И филолога Михаила Матлина. И это тот самый случай, Когда на детях природа не отдыхает, А торжествует и побеждает. Талант Анисии расцветает, И мы от души желаем ей радости творчества И хорошего пути с обретением гармонии, Света, добра И умением щедро делиться тем, Что ей дала природа. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова